Приветствую вас, давайте потихонечку попробуем разобраться, что у вас произошло. Значит, вы пишите, что женились и месяц живете у своей жены в ее городе, в ее квартире. Что в принципе, ну, что в принципе хорошо и правильно, что вы живете именно у нее в квартире, на ее территории, это очень правильный поступок, то, что вы сделали. Вы пишите, что в ее городе нет работы, значит, вы пишите, что она работает, получает копейки, теперь пили, что, увы, не работает. Вы знаете, в этой ситуации, то, что она не хочет приезжать в город к вам, и по сути дела, если я правильно вас понял, девушка не хочет, как бы, она не хочет того, чтобы вам, у вас, точнее, были условия для работы, условия для того, чтобы вы могли осуществлять свою профессиональную деятельность, да, и, как бы, она не хочет вам идти на встречу. Соответственно, вы можете сделать что в этой ситуации. В этой ситуации вы можете сделать следующее, вы можете своей девушке достаточно лаконично объяснить, что... Вам нужны определенные условия, если она не хочет приезжать в ваш город, где вам априори лучше найти работу, где вы можете найти работу. Если она, если она не хочет идти вам на встречу, то пусть тогда предоставит вам условия работы именно там, где вы живете. То, получается, такая ситуация, что девушка и к вам не хочет на встречу идти, и как бы давит на вас, чтобы вы работали. Ну, это, на мой взгляд, довольно эгоистичная позиция, знаете, совершенно эгоистичная позиция. Поэтому в этой ситуации, в этом случае вам ничего не остается другого, кроме как только вот выстраивать свою линию поведения так, чтобы думать непосредственно именно про себя. То есть, чтобы ваши интересы, в данном случае, на мой взгляд, с девушкой совершенно не учитываются. И вот этот момент, момент в моменте, что она не учитывает ваших интересов, он очень плохой, он очень скверный, потому что, ну, вы, получается, не то, чтобы прямо позволили себе так обращаться, нет, я не хочу этого сказать, но, повероятно, что как-то вот немного неправильно себя вы вели по отношению к ней, и из-за этого возникла такая ситуация. То есть, девушка сейчас вас просто-напросто провоцирует. Ну, на мой взгляд, она вас провоцирует. Она провоцирует вас на то, чтобы вы действовали только так, как хочет она, и совершенно не думали о себе. И вам необходимо для себя и для нее выяснить, зачем ей нужно, чтобы вы работали, зачем ей нужно, чтобы вы приносили доход. То есть, лично ей, зачем это нужно. Далее, если ей все же это нужно, что я, в принципе, могу понять, я думаю, вы тоже можете это понять. Если ей это нужно, то тогда как она видит вашу работу. То есть, это на самом деле очень важный и тонкий момент. Как человек видит вашу работу, как она ее воспринимает, как она ее представляет, как, по ее мнению, вы должны осуществлять свою профессиональную идею. То есть, вам нужно с ней на эту тему поговорить. То есть, спросите, вот как ты видишь мою работу? Если я в своем городе ее получить, грубо говоря, не могу. Если я в своем городе не могу найти для себя подходящую работу. Да, то есть, это, ну, это очевидно. Как ты видишь, ну, вот, собственно, мою действие деятельности. Ты же хочешь, чтобы я работал. Вот. И вам она представит, предоставит свое видение. И с этим видением вы уже сможете что-то для себя делать. С этим видением вы уже сможете, ну, как-то коррелировать свой взгляд. И либо вы примете эту позицию. То есть, либо вы сделаете эту позицию, условно говоря, своей. либо нет, либо нет. Если вы посчитаете, что вам, ну, если вы посчитаете, что вам это наносит вред, то, естественно, ни о какой позиции, ни о каком принятии ее линии в поведении, ни о каком принятии ее видения, ни о чем речь не идет. Ну, а если ее видение как-то учитывает ваши интересы, то тогда можно будет как-то подумать над тем, чтобы постараться привести к некой общей стратегии, и к некому общему обстоятельству, то, что, собственно, у вас есть общего. То есть, вам нужно понять, какое место девушка отдает вам. Вам нужно понять, какое место девушка отводит решению задач, связанных именно с вами. И если вам еще раз не понравится то, как она это делает, то лучше, чтобы вы заострили внимание на это уже сейчас. Потому что дальше будет хуже. Потому что дальше, если вы, ну, позволите этой ситуации быть вот так. Дальше будет только хуже именно потому, что девушка почувствовала, что может на вас влиять, ощутив, что может диктовать вам свои условия, например, свои какие-то взгляды, она будет этим пользоваться, и вы будете, по сути дела, постоянно у нее на поводу идти, что не всегда будет для вас именно хорошо. Ну и вам, собственно, нужно будет вот этот вот момент для себя решить. То есть, где граница дозволенного, где граница дозволенного для вас. Вот если сможете вот это для себя выявить, сможете это для себя решить, граница дозволенного выявить для себя, то если девушка в своем поведении эту границу дозволенного как бы перейдет, то вы уже имеете полное право говорить, что вам это не подходит. Вам так неудобно, вам так некомфортно и прочее, прочее, прочее. То есть, речь идет о отстаивании ваших интересов. Причем на довольно естественном, на довольно таком, знаете, я бы сказал, правильном и, собственно, верном уровне. И кроме вас больше никто эти интересы не будет отстаивать. Только вам не нужно встать, когда, например, девочка сама будет беспокоиться о том, чтобы у вас, например, все было хорошо и так далее. А девочка явно думает только о себе, к сожалению. И вот это является, ну, безусловно, тревожным знаком для вас. Если сейчас вы не покажете ей, что ваши интересы вас волнуют и что вы будете защищать их, если сейчас вы этого не сделаете, то, боюсь, проблемы будут только через... Вот так, я думаю, можно будет ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!